Всем привет! Канал Гараж28. Хочу немного рассказать о недостатках своей свежеприобретенной материнской платы. Итак, основной компьютер собран, драйвера накачаны. И, как и писали некоторые в отзывах о материнке, появляется временами двойной старт. Не всегда. Также очень сильно раздражает. Всего день, как им пользуюсь, уже выбесила просто пищалка. Я не знал, как ее отключить. Оказывается, там есть джампер. На старых компах, многие знают, отдельно был или съемный бипер, или отдельно висел где-то в системнике динамик. Его можно посредством отключения 4-пинового джека, точнее 2-пинового на 4-пиновом разъеме, отключить. Здесь же такое не проходит. Итак, запускаем и послушаем, как он пищит. Вот, двойной старт, кстати, как раз. Первый раз запустилось и отрубилось. Второй старт пошел нормально. Сейчас запищит. При этом, бипер, вот там маленькая белая точка, он заклеен. Если снять наклейку, он будет орать еще громче. Итак, пока винда грузится, кратко расскажу, что к чему в самой материнке по железу. Вот он бипер, вот на нем наклейка. Если ее оторвать, он будет пищать еще громче. А вот здесь есть джампер, называется BZ-1 Power. BZ-бзикалка, что ли? В общем, если его снять, бипер заткнется и больше не будет вас тревожить. Поэтому мы его снимаем аккуратно, чтобы не попасть и под лопасти видеокарты, не поломать их. Все, бипер деактивирован. Это довольно назойливая фигня, но очень легко лечится. Надеюсь, этот совет пригодится кому-то. Следующий косяк. Так, еще что по недостаткам. Когда я вставлял М2 накопитель, он упирался в защелку видеокарт. Не с первого раза всунул. Довольно неприятная ситуация при сборке возникла. Но потом разобрался, и у меня более-менее получилось. Также при установке вентилятора, видно, что защелка вентилятора практически заходит за оперативку. То есть оперативку пришлось вставлять чуть-чуть боком, чтобы попасть под защелку. Еще касательно, наверное, только моего системника. Когда я устанавливал материнку, вот этот радиатор, это питальник процессора, уперся в вентилятор. Поэтому мне пришлось сначала снять верхний вентилятор, потом установить материнку, и только потом обратно воткнуть вентилятор. Практически еле-еле он туда попал. Итак, сейчас мы будем шить биос, потому что, когда я запускаю рендеринг, стандартная прошивка биоса не регулирует обороты. Как бы я ни колдовал с настройками смартфана, ничего не получается. Он крутится где-то на 700-900 оборотов, и в зависимости от повышения температуры он не набирает обороты. Полазав на разных технофорумах, я понял, что мне без перепрошивки биоса никуда не деться. Также люди обещают, что после перепрошивки биоса у меня пропадет двойной старт. И кто-то даже обещал, что в биосе можно будет отключить пищалку. Но я в это не верю. Перепрошиваем биос. Как создать загрузочную флешку, где взять прошивки и как перепрошивать биос? Поищите на технофорумах именно по серии и марке производителю вашей материнской платы. Я сегодня сделал все точно так же, перелазил кучу форумов, перепрочистал очень много информации. И честно скажу, перепрошивка биоса довольно опасная вещь, так скажем. Если какой-то старенький телефон можно перепрошить и кирпичить, ничего страшного, можно сходить за новым, тысяч за восемь взять. А кирпичить материнку, я конечно не знаю, возможно это или нет, но это очень страшно. Чисто материнка, у меня там с порционной оперативкой, обошлась в 13,5 кусков. И мне бы очень не хотелось сейчас хапнуть проблем. Тем более, что по сути-то она является рабочей. Просто у меня есть к ней какие-то претензии. Предыдущие два раза, когда я перепрошивал биос, один из них я шил вот на этой материнке. Гигабайт на P67 чипсете. Я был вынужден шиться, потому что кроме этой материнки у меня ничего не было и она не работала. Второй раз я шил другану Сереге материнку и тоже там был вопрос, или я попробую прошить, или мы идем за новой материнкой в магазин. Поэтому и в первом, и в втором случае терять мне было нечего. А сейчас у меня на кону стоит новая, присланная из Китая, нулячая материнка Джинша Х70. Сейчас у меня стоит флешка. Нехило тогда. Попробуем флешку, передвигаем и отключу, что приоритет был с нее. Вот так. Storage Device Generic. Сохраняем настройки. И нажимаем в биосе. Сохранить конфигурацию и выйти. Нажимаем да. Именно с флешкой. Итак, запускаем компьютер. И сразу. И сейчас нам нужно этого нажимать. Перепрошивкой delete. В зависимости от производителя. Случай. Поэтому латы комбинации вызова биоса могут различаться. Итак, мы в биосе. Переходим в последнюю вкладку. Здесь нам нужно сейчас вернуть оптимизированный дефолт. Нажимаем F9. Load Optimize Default. Загрузить оптимальные по умолчанию настройки. Нажимаем да. Теперь. Теперь заходим в раздел Boot. И выбираем нашу флешку первым устройством. Моя флешка это Mass Strong Device. Его передвигаем вверх. Клавищей плюс. Вот так. Итак, флешка у меня Generic Storage Device. Ее передвигаем вверх. Вот. Она вверху. Теперь сохраняем настройки. Нажимаем F10. Сохранить конфигурацию и выйти. Нажимаем да. Теперь должна произойти загрузка с флешки. Итак, флешка загрузилась. Здесь для сохранения дефолтного биоса вводим команду FPT-D пробел. Назовем его стандартный backup.bin. Нажимаем Enter. FPT операция завершена. Теперь загружаем прошивку. Вы должны знать как называется ваша прошивка. То есть после создания загрузочной флешки и загрузки прошивки название лучше всего записать на бумажку. Итак, вводим здесь FPT-RefWrite-RefWrite-RefWrite-RefWrite название прошивки X79Mod. Это название моей прошивки. Точка ROM. Нажимаем Enter. FPT операция завершена. То есть прошивка прошла удачно. Далее для сброса биоса в дефолт. Сейчас прошитый модифицированный биос уже является дефолтом. То есть любая загрузка, даже обнуление биоса, будет запускать материнку именно вот с этого модифицированного румчика. Биоса точнее сказать. Итак, сбрасываем. Набираем FPT пробел-RefWrite-RefWrite-RefWrite. Далее отключаем компьютер. Вытаскиваем флешку и сбрасываем биос. Так, флешка вытащена. Она у меня вот через Card Reader даже была сделана. Есть несколько способов сброса биоса. Самое простое. Это замкнуть контакты биоса. Они маркируются обычно CLR MOS или CMOS. CLR значит Clear, то есть очистка. У нас есть перемычка от бипера. Ею и замкнем. Также можно и отверточкой, ничего страшного. Да, отверткой было бы проще. Так, всунул и вытащил. Второй способ это вытащить батарейку и замкнуть ее контакты. Но здесь она у меня находится под видеокартой, я туда не полезу. И где-то я на технофорумах опять же прочитал, что если 30 секунд подержать кнопку включения, то тоже сбросится BIOS. Я в этом не уверен и проверять это не буду. Итак, BIOS сброшен. Продублируем отверточкой. А не то мало ли у меня перемычка до конца не села. И запускаемся. Сейчас дефолтным у нас является модифицированный BIOS. Заодно проверим на двойной старт. Двойного старта нет. Запрыгиваем в BIOS. Смотрим, что у нас поменялось. Мне в первую очередь интересует настройка вентилятора. Да, вентилятор поменялся. Есть нормальный, есть тихий, есть куэт. Я не знаю, что это. Так, отключение или включение вентилятора. Также, если его отключить, появляется выбор мощности, наверное, вентилятора. То есть, в процентах выставляется. Ну, что вам сказать. Я молодец. Я поставил первую прошивку за кадром. Не смог разобраться со смартфоном. Она мне не понравилась. Поставил вторую прошивку. Вручную прописал все температуры. И все равно вентилятор не реагирует на повышение температуры. Поставил третью прошивку. Выставил все настройки по смартфону как положено. И он все равно не реагирует. Скачал какую-то другую прошивку. Прошивка оказалась для другой ревизии X79. В итоге я окирпичил материнскую плату. Он сейчас пытается запуститься. И BIOS, который я прошил в него, он не подходит для этой материнской платы. Никакие сбросы сейчас не помогают. Комп стоит в минимальной конфигурации и не может запуститься. То есть откинуты все флешки, все жесткие. Я не знаю, что дальше делать. Короче, походу я или попал на программатор как минимум. Или как максимум на материнку. Вот, блин, как-то так. Итак, минимальная конфигурация. По задней панели вообще все отключено. Отдаем питание. Вставляем обратно батарейку. Приблизительно уже полчаса он простоял без батарейки. Замыкаем клирмоз. Питание процессора есть. 24 пин есть. Все SATA разъемы выдернуты. Осталось только кнопочка включения. Включаем. Пробуем. Не, кирпич полный. Видеокарта тоже снята. Даже если бы он запустился, я бы все равно ничего не увидел. Короче, материнское платье хана. Как там через программатор прошивают отдельно микросхемы биоса, я вообще представления не имею. Походу, пора лезть на Алишку и заказывать повторную материнку. Чисто материнку, без всего остального. Память тоже оставилась в четырех планах, только одну. Как-то так. Пипец. Какой-то дурак орет на улице. Сегодня день в МФ. Сегодня день в МФ. Ну, проорался, ты за мной. Ходят пьяные морячки и орут. Молодцы. Стандартная прошивка. Задолбали орать, блин. Я вообще-то херни не понимаю. Почему в МФ отмечают свой праздник? Почему десантники отмечают свой праздник? Почему им можно в праздник их рода войск ходить и орать, горланить, беспределить, кататься с лагами? Почему остальные войска себе такого не позволяют? Те же, я не знаю, ракетчики, танкисты, мотострелки, не знаю, стройбат в конце концов, инженерные войска. Никто же не ходит, я не знаю, там, лопатами не размахивает стройбат и не орет. Дуртун какой-то. Я не против армии, но до полного бреда-то зачем это доводить?